Здравствуйте, уважаемые садоводолюбители! Скоро наступит весна, и если наши прекрасные эхиноцеи, о которых сегодня пойдет речь, хорошо перезимуют, они вас будут радовать все лето. Каждый цветок держится минимум месяц. Некоторые сорта меняются, например, от желтого до красно-оранжевого, а некоторые остаются такими, какие они и есть. Итак, в данной композиции одни из моих любимых эхиноцей, самая первая из них – это черрифлов. Как можно убедиться, если посмотреть на эту картинку, розово-зеленая гамма, всегда очень нежная, всегда очень приятная, никогда не выгорающая. И вообще на данном сорте не по одному цветку, а по несколько цветков – это присуще данному сорту. Итак, первая эхиноцей – это черрифлов. Вообще, эту композицию, которая состоит целиком из одних махровок, эхиноцей, я назвала «махровые помпоны». Следующая, очень хорошо зимующая, сорт называется «саммер черри». У меня эта эхиноцей очень давно, она каждый год меня радует. Высота у нее складная, так же, как и у предыдущей. Это где-то порядка 60-70-75 максимум сантиметров. Нижний ряд у нас с вами открывает эхиноцея, совершенно необыкновенная. Эта эхиноцея называется «суприм элеганс». Вы знаете, на самом деле, очень сложно картинкой передать цветовую гамму этой эхиноцеи. Она какая-то розово-малиново-голубоватая, на темно-темных коричневых стеблях. Вообще, очень благородная расцветка у этой эхиноцеи. Высота ее где-то порядка 50 сантиметров. Следующая эхиноцея в этом же нижнем ряду – это «Гринлайн». Тоже прекрасно зимует, тоже очень нарядная. Практически бело-зеленые помпоны, хотя серединка вначале немножко желтоватая, но потом, когда целиком распускается весь цветок, она становится зеленой. Измыкает нашу композицию. Низенькая, но отлично зимующая. Называется она «Баттерфляй кисис». Очень много цветков, очень надежно зимует, всегда нарядно. Итак, если посмотреть целиком на данную композицию, то в центре у нас зеленая «Гринлайн». Слева и справа по бокам две розово-зеленые, а наискосок тоже по бокам красно-малиновые. Итак, для того, чтобы мои любимые цветки хорошо зимовали, я не срезаю с них цветоносы осенью. Я оставляю их в таком виде до весны. Не знаю, насколько это поможет в этом году, но всегда это неплохо помогало. Продолжение следует...